Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! В нашем пруду мы сделали генеральную уборку. И на это ссылка есть в описании. Сегодня запускаем в пруд рыб. В пруду могут зимовать обычные караси. Только хочется чего-то яркого и необычного. Надо сказать, что даже в наших, далеко не китайских погодных условиях Ленинградской области, в пруду могут зимовать декоративные рыбы. Из личного опыта можем посоветовать таких. Очень жизнерадостные карпы Кои, к сожалению, самые нестабильно зимующие. При понижении температуры воды ниже плюс 10 градусов иммунитет у них резко понижается. Ну и у нас они пока не одзимовали ни разу. Хотя и единичные экземпляры иногда одзимовывают у наших знакомых. Но все равно через 2-3 зимы погибают. Наверное, надо еще пробовать. Лучше всех зимуют красные китайские караси. Они почти не выпадают после зимовки. Очень стабильная рыба. А вот шебункиные кометы тоже неплохо зимуют. К тому же бывают разнообразные расцветки. От светлых и темных однотонных до ситцевых в пятнышку. Весна у нас сильно затяжная. Тепло долго не наступает. Потому не все рыбы доживают до более-менее теплых дней. Если они начинают при температуре не ниже плюс 4 градусов. И потому, если вода долго не прогревается, им, конечно, приходится очень тяжело. Если у вас есть возможность взять уже зимовавших в пруду рыб или их потомство, это идеальный вариант. Если нет, покупайте на рынке или у аквариумистов. Но имейте в виду, что в первый год выпад будет очень большой. Но рыбы хорошо размножаются. И постепенно вы выведете свою рыбную районированную стайку. Мы выпускаем рыб в пруд в конце мая. Раньше для них холодновато. Если рыб везти далеко, у нас до дачи это примерно 1,5-2 часа. Попросите продавцов накачать пакет кислород. Так рыбехи без проблем перенесут поездку. Ну вот, мы до дачи добрались уже совсем к вечеру. Часов 11 на улице постепенно темнеет. Чтобы помочь рыбам адаптироваться и не повредить жабры, В ведро наберите воды из вашего пруда. Столько же, сколько воды в пакете с рыбами. Теперь добавляем в это ведерко рыб вместе с водой. Так они легче адаптируются к новому составу жидкости, а заодно и к другой температуре. Чтобы не было температурного шока. Подержите их в ведерке 10-20 минут. Вполне достаточно. Ну все, теперь можно выпускать. На улице за это время вообще стемнело, потому последние кадры уже во тьме ночной. Рыбы бодрые и очень шустрые. После смены воды в пруду быстро стали размножаться водоросли. Рыбы не теряются, откусывают их кусками и едят только за ушами и пищит. Рыб мы очень любим. Радуемся, как дети, наблюдая за ними. Привыкшие к нам рыбки берут булку прямо из наших рук. Ну и вообще одни положительные эмоции. Так что пробуйте разные виды. Какие-то обязательно должны зимовать и в ваших условиях. И будет вам счастье. С удовольствием отвечу на вопросы в комментариях. До новых встреч на нашем канале.